всем привет сегодня обсудим такую несложную но при этом важную тему как отжатие лишних струн пальцами когда нам нужно отжимать струны нужно их отжимать тогда когда мы извлекаем паузу или тогда когда нам звучание этих струн не нужно то есть когда они в статусе лишних например когда сейчас у меня первый палец постоянно пульсировал как только играл отдельную демпфированную ноту на седьмой струне у меня первый палец осуществлял отжатие струн тоже самое происходит при пау при вы извлечении паузу то есть вот пожалуйста он отжимает остальные пальцы замыкают и так далее вот фишка в чем как осуществляется вот это вот отжатие многие думают полагают что отжатие это подъем пальца то есть палец приподнимается струны приподнимаются вслед за ним и осуществляется отжатие это не так это происходит наоборот струны они уже сами как пружина для того чтобы осуществить отжатие нам нужно не поднимать палец специально если мы будем поднимать палец специально то мы Мы что сделаем? Да, мы отожмем струны, мы не просто их отожмем, мы их бросим, то есть, как правило, палец снимется со струн и струны окажутся неконтролируемыми. Этого быть не должно. Для того, чтобы осуществить отжатие, нужно расслабить усилие, которое возникает вот в этом контуре между большим указательным пальцем, что блюзовых, что классический, какая разница, разницы никакой. Расслабляем усилие ровно настолько, чтобы струны, они же по сути сами, как пружины, они отталкиваются от ладов и заодно приподнимают наши пальцы. По сути, речь идет о том, чтобы просто полностью расслабить левую руку. Если полностью левая рука расслаблена, то масса пальцев вот этих вот двух фаланг, которые здесь эксплуатируются, она настолько мала, что струны сами ее приподнимают и все. Вот именно так осуществляется отжатие. Проблема отжатия как раз таки в том, ну как вообще во многом для левой руки при игре на электрогитаре, что эти действия надо делать резко, но нежно. То есть резко надо уметь расслаблять руку и резко ее, ну в меру напрягать для того, чтобы осуществить это сжатие. Собственно, вот и вся история, что касается отжатия струн. Если у вас действительно это работает как расслабление, то он не отскочит этот палец слишком далеко. Если же вы его приподнимаете, то к гадалке не ходи совершенно точно, он соскочит со струн и струны окажутся неконтролируемыми. А неконтролируемые струны это шумы, лишние призвуки, гулы, лязги и всякое такое. Вот такие дела. Лайкайте, комментируйте. Если что, я всегда на связи. Всем постараюсь помочь, какие будут вопросы. Счастливо!